Да и очерствели люди настолько, что не стеснялись, как это было вначале, заговаривать с другими, когда болезнь настигала их. Нет, хотя они и прекрасно знали, что больны. Признаюсь, я был одним из тех непредусмотрительных, кто не имел никаких запасов. Так что слуги мои были вынуждены выходить за каждой пустяковой покупкой в пене и даже в полпене, как это было и до чумы. Так продолжалось и после того, как я на опыте убедился в собственной глупости. Поумнел я с таким опозданием, что еле успел обеспечить себя на месяц самым необходимым. Мои домочадцы состояли лишь из старушки, которая вела хозяйство, горничной и двух подмастерьев. По мере того, как чума набирала силу в наших кварталах, я стал с грустью размышлять о том, что делать и как себя вести. Мрачные картины, наблюдаемые на улице, куда бы я ни шел, переполняли меня ужасом и страхом заразы, который и сам по себе был ужасен. Особо вот в каком отношении. Вздутие, обычно на шее и в паху, когда затвердевали и не прорывались, становились столь болезненными, что могли сравняться лишь с самой изощренной пыткою. Некоторые, не в силах выносить мучений, выбрасывались из окон или стрелялись, или кончали с собой еще каким-либо способом. Я видел несколько таких трупов. Другие, не в силах сдержаться, заглушали боль безумным воем. И столь громкие и жалобные крики раздавались на улицах, что кровь стыла в жилах. Особенно если учесть, что та же карта, та же кара могла в любой момент пасть и на твою голову. Не могу не признаться, что ремшимости у меня теперь сильно поубавилось. Сердце уходило в пятки. И я горько оплакивал собственное безрассудство. Когда? Выходя на улицу, я сталкивался со сценами, которые только что описал. Повторяю. Я горько оплакивал свое безрассудное решение остаться в городе. Часто жалел я о том, что предпочел остаться и не уехал с братом и его семьей. Запуганный всеми этими жуткими картинами, я иногда возвращался домой с решением больше не показываться на улице. Временами я в течение трех-четырех дней придерживался принятого решения. Проводил время в выставах в выражениях благодарности за свое здравие, здравие моих домочадцев, в самом покаянном настроении ежедневно взывая к Богу, служая ему постом, благочестивым размышлением. В эти же периоды я читал книги и вел свои записи, помечая все, что ежедневно со мною случалось, на основе которых впоследствии я написал большую часть всего труда, прежде всего ту, где повествуется о внешних событиях. Что касается моих размышлений, то оставляю их для личного пользования и надеюсь, что они не будут обнародованы ни при каких обстоятельствах. Записал я еще одни размышления на темы божественные. Это мысли, которые в то время приходили мне в голову и были для меня большим подспорьем. Но едва ли другим они пригодятся, так что не буду более о них упоминать. Был у меня близкий друг, доктор по фамилии Хитт. Я частенько посещал его в те мрачные дни и весьма благодарен ему за советы и указания. Как лучше уберечься от заразы, когда ходишь по улицам. И что держать во рту, когда выходишь из дома. Он тоже довольно часто навещал меня. И, так как был он таким же хорошим христианином, как и хорошим врачом, беседы с ним были великой поддержкой для меня в самые страшные времена. Было начало августа. И чума жутко свирепствовала в тех местах, где я жил. Доктор Хитт, зайдя навестить меня и обнаружив, что я столь часто решаюсь выходить на улицу, пылко убеждал меня запереться в доме вместе с домочадцами и никому не разрешать выходить. Никому. Наглухо закрыть все окна и ставни. Опустить занавеси и ни при каких обстоятельствах не открывать их. Но до того хорошенько прокурить те комнаты, где окно или дверь пришлось бы открывать, используя для этого смолу, серу, порох и тому подобное. Так мы и поступили. Но поскольку у меня не было запаса провизии для столь уединенного житья, полностью запереться в доме было невозможным. Однако я попытался, хоть и с большим опозданием, сделать кое-какие приготовления. Прежде всего, запастись всем необходимым для выпечки хлеба. Приготовление пива. Я пошел и купил два мешка муки, так что в течение нескольких недель мы выпекали хлеб сами в печке. Потом я купил солоду, наварил столько пива, сколько поместилось в имевшихся у меня бочонках. То есть, недель на пять-шесть. Я также сделал запас масла и сыра. Вот только мяса у меня не было. А чума так свирепствовала среди мясников и набойнях, на противоположной стороне нашей улицы, где они жили, что ходить туда было опасно. И здесь хочу вновь повторить, что необходимость выходить из домов за провизией была в значительной степени причиной бедствия всего города. Ведь люди при этом так или иначе подхватывали заразу. И даже сама пища зачастую бывала опасной. Во всяком случае, у меня есть все основания так полагать. И потому я не могу повторить с удовлетворением то, что уверенно утверждалось многими. Будто торговцы, привозившие в город провизию, никогда не заражались. Я твердо знаю, что мясники из Уатхалда, где было наибольшее количество боен, страшно пострадали до такой степени, что лишь немногие из их лавок продолжали работать. Да и те забивали теперь скот в Маль-Энде и привозили его на рынок на лошадях. Однако бедняки не могли сделать большого запаса провизии. И им по необходимости приходилось либо самим ходить на рынок, либо посылать туда слуг и детей. А так как потребность эта возникала ежедневно, то на рынок стекалась масса больных людей, и пришедшие туда здоровые разносили смерть по домам. Правда, люди прибегали ко всевозможным предосторожностям. Когда покупалась часть разрубленной туши, мясо получали не из рук продавца, а покупатель сам снимал его с крючка. В свою очередь, и мясник не прикасался к деньгам. Их опускал покупатель в миску с уксусом, специально для этого приготовленную. Покупатели всегда имели при себе мелкую монету, чтобы в любой момент быть готовыми расплатиться без сдачи. В руках они постоянно держали флаконы со всякого рода ароматическими веществами. Одним словом, все возможные меры предпринимались. Однако бедняки даже этого не могли себе позволить. Им приходилось постоянно рисковать жизнью. В связи с этим мы то и дело слышали самые мрачные истории. То человек упадет замертво прямо посредине рынка, потому что многие заболевавшие и не подозревали, что больны до тех пор, пока гангрена не поражала основные их органы, после чего они умирали почти мгновенно. Поэтому множество людей умирало скоропостижно прямо на улицах, без какого-либо предупреждения. Другие успевали добраться до ближайшего ларька или магазинчика, а то и просто до крыльца. Садились и тут же испускали дух, как я уже говорил. Такие случаи стали столь чисты, когда чума разбушевалась, что стоило выйти на улицу, как обязательно увидишь несколько трупов, лежащих прямо на земле. И если вначале люди останавливались при виде мертвеца и звали соседей, то позднее никто уже не обращал на них внимания. И если по дороге нам встречался труп, мы просто переходили на другую сторону и старались пройти от него подальше. Если же это было в узеньком проходе, переулочке, то поворачивали обратно и искали другого пути. И во всех этих случаях трупы оставались лежать до тех пор, пока кто-нибудь из городских властей не убирал их или пока ночью их не поднимали погребальщики на свои телеги. Неустрашимые люди, исполнявшие эти обязанности, не боялись и обыскивать карманы умерших и даже снимали одежду с тех, кто был побогаче, унося с собой все, что могли. Но возвращаемся к рынкам. Мясники позаботились о том, чтобы под рукой всегда были услужащие, готовые, если кто-нибудь падал замертво прямо на рынке, отвезти труп на ручной тачке прямо к ближайшему кладбищу. И подобные случаи так участились, что не заносились в рубрику «Найдены на улицах и полях», а лишь причислялись к общей суммарной цифре. Но теперь разгул болезней достиг таких размеров, что и сами рынки лишь скудно снабжались провизией, да и покупателей на них по сравнению с прежними временами стало намного меньше. Это утверждение, будто они чудесным образом уберегаются от заразы. Что же касается моего маленького семейства, то, запасшись, как я уже говорил, в достаточном количестве хлебом, маслом, сыром и пивом, я последовал совету моего друга-доктора и заперся вместе с домочадцами, решившись лучше прожить несколько месяцев без мяса, чем покупать его с риском для жизни. Но хоть я и запер своих домочадцев, я не в силах был побороть собственное неуемное любопытство и совсем не выходить из дома. И, несмотря на то, что обычно я возвращался в страхе и ужасе, я все же не мог удержаться, только делал это теперь гораздо реже, чем раньше. На мне лежала обязанность присматривать за домом брата в приходе к Олн-стрит, так как он оставил его на мое попечение. Вначале я ходил туда ежедневно, а потом лишь один-два раза в неделю. Во время моих выходов навидался я немало мрачных картин, особенно когда люди падали замертво прямо на улице. Наслушался ужасных женских воплей. Визга, когда больные в агонии, распахнув настиж окна спален, вопили самым жутким, устрашающим образом. Невозможно описать все разнообразие, в котором проявлялось страдание этих бедняк. Как-то, когда я проходил по токон-ярд, створка окна вдруг шумом открылась прямо над моей головой, и какая-то женщина троекратно взвизнула, а потом в ужасе закричала «Ай, смерть, смерть, смерть!» Неописуемый этот крик исполнил меня таким ужасом, что кровь буквально застыла у меня в жилах. На улице никого не было видно. Из окон тоже никто не выглянул. Люди уже перестали любопытствовать. Да и помочь ведь они ничем не могли. Так что я прошел дальше к Белл-Элле. Только я вышел на Белл-Элле, с правой стороны раздались еще более жуткие крики, хотя кричали где-то в доме. Похоже, вся семья была в страшном смятении. Я слышал, как дети и женщины носились по комнатам, как полоумные. Вдруг чердачное окно в доме напротив распахнулось, и кто-то спросил, что случилось. На это последовал ответ, «Господи, наш старый хозяин повесился». Тогда первый спросил, «Вы уверены, что он скончался?» И получил ответ, «Да-да, уверен, скончался и уже похолодел». Речь шла о купце Алдермены, входящем в совет, человеке очень богатом. Не хочу называть его имени, хоть оно мне прекрасно известно. Так как это будет едва ли приятно его семье, которая теперь вновь процветает. Но это только один случай, а ведь ежедневно в каких-нибудь семьях происходили самые невероятные и жуткие истории. Люди в разгаре болезни, испытывая мучительную боль в бубонах, действительно невыносимую, полностью теряли самобладание, становились полоумными и зачастую накладывали на себя руки, выбрасывались из окон, стрелялись и прочее. Матери в припадке безумия убивали собственных детей. Некоторые просто умирали от горя, другие со страху или от неожиданного потрясения, вовсе без всякой заразы. Некоторые впадали в идиотизм, другие в буйство, третьи в тихое помешательство. Боль в затвердевших бубонах была сильнейшей и для многих невыносимой, а врачи и хирурги мучительным лечением нередко доводили людей до смерти. При пухлости бубонов сильно затвердевали, и тогда, чтобы не прорвались, врачи назначали размягчающие примочки, припарки. А если это не помогало, они резали и вскрывали их самым чудовищным образом. В некоторых случаях вздутия становились таким твердым, либо из-за силы болезни, либо из-за неумерных припарок, что никакой инструмент их не брал и приходилось выжигать их специальными средствами для прижигания. Так что многие умирали, доведенные болью до безумия, причем немало людей. Во время самой операции. Некоторые же без должного присмотра накладывали на себя руки, как я уже говорил. Другие выскакивали на улицу, даже голыми, бежали прямо к реке, и если их не останавливали сторожа, бросались в воду, где только могли ее найти. Частенько кровь стыла в жилах от криков и стонов несчастных, которые подвергались подобной пытке. Однако, то был самый действенный метод. Потому что, если затвердевания прорывались или, как выражались врачи, выпаривались, больной обычно выздоравливает. Был здоров. Тогда как те, кто, подобно дочери той благородной дамы, умирали скоропостижно, как только проявлялись первые признаки, часто ходили, не подозревая о том, что болены, почти до самого момента кончины. Иногда до тех пор, пока не падали внезапно, как бы сраженные апокалиптическим ударом или приступом эпилепсии. В таких случаях человек вдруг чувствовал слабость, добирался до любого ближайшего ларька, скамьи, любого другого подходящего места, а если возможно, то и до дома. Садился и, как я уже говорил, терял сознание и испускал дух. Эти случаи мало чем отличались от обычной гангрены, а также от смерти в обморочном состоянии или во сне. Такие люди и не подозревали, что больны, пока гангрена не распространялась у них по всему телу. Даже доктора не могли обнаружить у них болезнь, пока не проступали на груди или на других частях тела ее неоспоримые признаки. В то время рассказывали массу страшных историй о сиделках и сторожах, которые нанимались ухаживать за больными и ужасно плохо с ними обращались. Морили их голодом, напускали в помещение угарного газа и всяческими другими мерзкими способами приближали кончину своих подопечных. То есть по существу убивали их, а сторожа, когда их приставляли к запертому дому, дожидались, чтобы там остался в живых только один человек, да и тот, вернее всего больной, врывались внутрь, убивали его и тут же бросали тело в погребальную телегу. Не могу с уверенностью утверждать, что подобные преступления действительно совершались, но знаю, что двое были посажены за это в тюрьму. Однако они умерли, прежде чем их успели допросить. Я слышал, что еще трое, обвиненные в разное время в подобных убийствах, были оправданы. Мне кажется, что это было не совсем обычное преступление, как некоторые потом не без удовольствия утверждали. Нельзя его назвать и преднамеренным. Ведь люди были доведены до такого жалкого состояния, что не было сил удержаться. Больные редко выздоравливали. И преступникам, возможно, и не приходило в голову, что они совершают убийство. Ведь они были убеждены, что больной все едино не жилец на этом свете. Но не отрицаю я и того, что в это самое жуткое время совершалось страшно много ограблений и других безобразий. Алчность у некоторых была столь велика, что они шли на риск ограбления и разбоя. Особо в домах все обитатели, которых умерли и были свезены на кладбище. Они вламывались в дома любыми способами, несмотря на опасность заразы, забирая даже одежду с мертвецов. Постельное белье с тех кроватей, на которых лежали больные. Этим, вероятно, объясняется случай с семейством на Хаустрич, где были найдены трупы хозяина дома и его дочери. А остальные члены семьи, похоже, были еще до того увезены погребальными телегами, лежащими на полу, совершенно голыми. Каждый в своей комнате, причем белье на кроватях, с которых их, судя по всему, скинули воры, бесследно исчезло. Надо заметить, что в этом бедственном положении именно женщины оказывались наиболее отчаянными, бесстрашными, безрассудными. А так, как многие из них нанимались сиделками, ухаживать за больными, они совершали массу мелких крашу в домах, где работали. Несколько за это даже публично наказали плетьми женщин. Хотя, возможно, их следовало бы скоро повесить для острастки других. Так как огромное число домов было таким образом ограблено, пока, наконец, сиделок не начали нанимать лишь по рекомендации приходских чиновников. Причем, каждая такая сиделка бралась на заметку, чтобы было с кого спросить, если дому, в которое она посла, было послано, будет нанесен ущерб. Однако, все эти кражи обычно ограничивались одеждой, постельным бельем, кольцами или деньгами, которые, веренный им больной, мог иметь при себе, а вовсе не полным ограблением дома. И я могу рассказать об одной такой сиделке, которая несколько лет спустя на смертном одере искренне каялась в кражах, что совершила в бытность свою сиделкой и благодаря которым изрядно обогатилась. Что же касается убийств, то большинство рассказов, кроме упомянутых выше, были бездоказательны. Правда, мне говорили о сиделке, которая положила мокрое покрывало на лицо больному и тем ускорила его смерть. Другая уморила молодую женщину, за которой присматривала угарным газом, когда та упала в обморок. Одни приканчивали пациентов тем способом, другие другим. Третьи же попросту уморили их голодом. Однако все эти истории казались мне в двух отношениях весьма сомнительными. Так что я не придавал им значения, считая их порождением запуганных людей, которые в свою очередь пугают других. Во-первых, где бы мы их не слышали, место действия рассказа всегда переносилось в противоположный конец города или другое отдаленное место. Если вам рассказывали об этом в Айчипе, значит это произошло в Сен-Джаймсе, Холборе и его окрестностях. Если же рассказывали об этом в противоположном конце города, значит события происходили в обратной стороне, в Айчипе или других местах. Если же вы услышали об этом в Сити, ну, так тогда это произошло в Сай-Джаймсе, а если в Сай-Джаймсе, значит это случалось в Сити и так далее. Во-вторых, где бы ни произошел тот или иной случай, детали рассказа всегда совпадали, особо в истории с покрывалом, положенным на лицо умирающему и с угоревшей молодой женщиной. Так что для меня, по крайней мере, было очевидно, что в этих рассказах больше выдумки, чем правды. Однако должен признать, что все эти истории производили такие впечатления на людей, в частности, все стали с большей осторожностью подбирать сиделок, которым поручали заботу о своей жизни, и старались, если это возможно, брать тех, кто имел рекомендацию. А когда они не могли найти таковых, ведь готовых на подобные услуги было не очень-то много, то обращались в приход. И здесь, опять же, труднее всего в те тяжелые времена приходилось беднякам, ведь если они заболевали, у них не было ни пищи, ни лекарств, ни врачей, ни аптекарей, чтобы их лечить, ни сиделок, чтобы ухаживать за ними. Многие бедняки оказались в самом жалостном и отчаянном положении и погибали, прося о помощи или просто о пище прямо из окон домов. Правда, следует отметить, что, когда о положении таких людей или семейств докладывали лорд-мэру, им всегда помогали. Однако в некоторых домах, даже и не очень бедных, хозяин отсылал жену и детей из города, увольнял слуг, если они у него были, а потом иногда, чтобы не входить в лишние расходы, запирался один в доме, где подчас и умирал без всякой помощи в полном одиночестве. Один мой знакомый сосед послал своего подмастерья, юнца лет 18, к задолжавшему ему лавочнику, в надежде получить деньги обратно. Парень подошел к дому и долго стучался в запертую дверь. И так, как ему показалось, что кто-то ответил изнутри, он подождал, а потом снова стал стучаться. Наконец, на третий раз он услышал, что кто-то спускается по лестнице. И вот к дверям подошел хозяин дома. На нем были штаны, желтая фланелевая куртка, ночные туфли на босу ногу и белый ночной колпак. А на лице, как сказал подмастерья, лежала печать смерти. «Ради чего ты побеспокоил меня?» – спросил лавочник, открыв дверь. Парень, хоть и немного напуганный, объяснил. «Я пришел от такого-то. Хозяин прислал меня за деньгами, какими вы сами знаете». «Хорошо, мой мальчик», – ответил живой мертвец, – «загляни на обратном пути в церковь и попроси их звонить в колокол». С этими словами он закрыл дверь, поднялся наверх и умер в тот же день. «Да что там?» – «В тот же час после его ухода». Обо всем этом рассказал мне сам молодой человек, так что у меня есть все основания этому верить. Произошло же это, когда чума еще не разгулялась в полную силу. Полагаю, что это случилось в конце июня. Тогда еще не разъезжали погребальные телеги и по усопшим звонили в колокола, чего к июлю уже не делали. Во всяком случае, в этом приходе, так как 25 июля в неделю умирало по 550 человек и более, их хоронить по всей форме, будь то богатые или бедные, уже не было никакой возможности. Я говорил выше, что, несмотря на ужасное бедствие, множество воров шныряло в поисках поживы, особо женщины. Однажды, часов в 11 утра, я пошел к дому брата на Колн-стрит. Как я это делал частенько, взглянуть, все ли там в порядке. Перед домом был небольшой дворик с кирпичной стеной, воротами и несколькими складскими помещениями, где находились всякого рода товары. В одном из таких помещений лежали упаковки со шляпами. Это были женские шляпки с высокой тульей. Они прибывали из провинции и предназначались для экспорта. Куда именно, я не знаю. Уже подойдя к дому брата со стороны Суэт Эли, я с удивлением заметил трех-четырех женщин, всех в одинаковых шляпках с высокой тульей. И, как я позднее припомнил, по крайней мере, у одной из них было нескольких таких шляп в руках. Но так как они не выходили из дома моего брата, и так как я не знал, что у него имеется подобный товар, то я ничего не сказал им и лишь перешел на другую сторону улицы, чтобы пройти от них подальше, как обычно и поступал в те времена из страха заразы. Но когда я подошел к воротам, мне повстречалась еще одна женщина с несколькими шляпками, выходящая со двора. «Что вы здесь делаете, сударыня?» – спросил я. «Да там много народу», – отвечала она. «И у меня, собственно, дел здесь не больше, чем у остальных». Я заторопился к воротам и не стал с ней долей разговаривать. С этим она и ушла. Но когда я вошел в ворота, то увидел еще двух идущих по двору к выходу со шляпками, на головах и шляпками под мышками. Тогда я толкнул в ворота, и пружинный замок на них защелкнулся, после чего повернулся к женщинам и воскликнул. «Признавайтесь-ка, что вы тут делаете?» С этими словами я отнял у них шляпки. Одна из женщин, которая, судя по ее внешности, не была воровкой, сказала. «Не спорю, мы поступили дурно, но нам сказали, что это бесхозные товары. Пожалуйста, возьмите их назад и взгляните туда. Там еще много таких посетителей». Она плакала, казалась очень расстроенной. Так что я, взяв у нее шляпки, открыл ворота и выпустил обеих. Так как мне стало жаль этих женщин, но когда я взглянул, как она советовала, на склад, там оказалось еще 5-6 человек. Все женщины и все примирялись шляпки, так спокойно и беззаботно, будто они находились в магазине и покупали их за деньги. «Я был немного напуган. Не только тем, что увидел за раз столько воровок, но и обстоятельствами, в которых оказался. Ведь теперь мне придется вступить в общение со столькими людьми сразу. В то время, как в продолжение вот уже нескольких недель, если я встречал кого-либо на улице, то переходил на другую сторону. Женщины были напуганы не менее моего. Хотя и по другой причине. Они объясняли, что все живут по соседству, что им передали, будто это бесхозный товар, что они могут взять его и тому подобное. Я стал их стыдить. Подошел к воротам и взял ключ. Так что теперь они были моими пленницами. Пригрозилось запереть их всех на складе и сходить к лорд-мэру за констеблями. Они изо всех сил молили не делать этого. Говорили, что ворота были открыты, а дверь склада взломана. И наверняка ее сломали грабители, рассчитывающие на более ценную добычу. Об этом свидетельствовали и сломанный врезной замок, и раскрытый висячий замок, болтавшийся сбоку на двери. И то, что товару унесено было совсем мало. В конце концов, я решил, что сейчас не время для особой строгости, жестокости. Кроме того, мне пришлось бы вступить в общение с людьми, о состоянии здоровья которых я не имел ни малейшего понятия. А в это время чума уже так свирепствовала, что в неделю умирало по четыре тысячи человек. Так что, удовлетворяя свое чувство обиды и защищая права брата, я мог бы поплатиться собственной жизнью. Поэтому я ограничился тем, что записал их фамилии, адреса тех из них, что жили по соседству, и пригрозил, что брат, вернувшись, потребует их к ответу. Потом я переменил тон и заговорил о том, как могли они совершать подобные вещи перед лицом общего бедствия и божьего срового суда, когда чума, быть может, уже подстерегает их у дверей, а то и переступила порог их жилища. И кто знает, не подъедет ли через несколько часов погребальная телега к их порогу, чтобы свести их на кладбище. Мне показалось, что эта речь не произвела на женщин особого впечатления. Но тут подошли двое мужчин, живущих по соседству. Они услышали шум и, так как оба знали моего брата и были многим обязаны его семье, пришли ко мне на выручку. Жили они, как я уже сказал, по соседству и тут же признали трех из женщин и сообщили мне их имена, адреса. И оказалось, что те сообщили мне ранее правильные сведения. Эти двое мужчин заслуживают дальнейшего упоминания. Одного из них звали Джон Хэй, того, что был помощником церковного сторожа в приходе Сент-Стивен. Колман-Стрит В обязанности помощника во время входило копать могилы и хоронить усопших. Человек этот самолично нес или помогал нести к могилам всех умерших в этом обширном приходе, пока хоронили по всем правилам. А когда правила эти были отменены, ходила с колокольчиком и погребальной телегой, забирая трупы у домов. Причем многих приходилось самому вытаскивать на улицу, а то и тащить их до телеги. Так как в этом приходе было, да и сейчас еще осталось, как нигде в Лондоне, множество узеньких и длинных аллей у проулков, куда никакая телега не могла проехать. И сейчас еще существуют эти местечки, такие как Уайт-Элли, Суон-Элли, Белл-Элли и многие другие. Туда заходили с тачкой, клали на нее трупы и тащили к телегам. Все это он проделывал ежедневно и ни разу не заразился. Он прожил еще 20 лет после окончания мора, а жена его работала сиделкой и ухаживала за многими из тех, кто умер в этом приходе. Так как благодаря ее порядочности и честности ее часто рекомендовали приходские власти, и она тоже не заразилась. И никаких особых средств предохранения от заразы он не применял. Только курил и держал во рту чеснок. Все это мне известно от него самого. А лекарство его жены заключалось в том, что мыла она голову уксусом и сбрызгивала им шаль на голову, так, чтобы она все время была влажной. А если от тех, за кем она ухаживала, исходил особо зловонный запах, она все время вдыхала уксус, сбрызгивала им себе голову и держала у рта платок, смоченный уксусом. Надо признать, что, хотя чума особо свирепствовала среди бедняков, они как раз являли особую отвагу и бесстрашие, нанимаясь на работу с какой-то звериной смелостью. Я назвал ее так, потому что она была основана не на религиозном чувстве и не на осмотрительности. Они не прибегали к каким-либо предосторожностям и хватались за любой заработок, с каким бы риском он не был сопряжен. Будь то уход за больными, слежка за запертыми домами, перевозка заболевших в чумной барак или, самое страшное, перевозка трупов на кладбище. Именно при Джоне Хэе на его участке произошла та история с волынчиком, которая тогда всех сильно позабавила. И Джон уверял, что все это правда. Говорили, что волынчик был слепым, но Джон сказал, что все это в раке. Просто он был безграмотным жалким бедняком, который часов в десять вечера обходил дома, играя на волынке. Его обычно пускали в кабаки, где его знали, давали выпить, закусить, а иногда и монетки бросали. А он за это играл на волынке, пел и своими глупыми речами потешал народ. Так он и жил. Но теперь, как я уже говорил, настали плохие времена для подобного рода развлечений. Однако бедняга продолжал слоняться по-прежнему, но почти умирал с голоду. И когда кто-нибудь спрашивал, как он поживает, отвечал обычно, что погребальная телега еще не увезла его, но обещалась приехать за ним на следующей неделе. Однажды ночью бедняга, то ли ему кто-то поднес лишнего, Джон Хей сказал, что напился он не в частном доме, а в кабаке, где его угостили лучше обычного. То ли еще почему. Только повторяю, бедняга с отвычки, ведь долгое время он жил в проголодь, крепко заснул у ларька возле лондонской стены неподалеку от ворот. И как раз рядом с ним люди из углового дома, заслышав колокольчик, по гребальной телеге положили тело человека, скончавшегося от чумы, считая, что он тоже мертвец, принесенный кем-то из соседей. Когда Джон Хей подъехал со своим колокольчиком и телегой и нашел два тела, лежащих у ларька, то их подняли обычным приспособлением и бросили в телегу. И все это время волынщик крепко спал. Оттуда они поехали по другим улицам, подбирая трупы, покуда, как сказал мне честный Джон, они чуть не похоронили волынщика заживо, прямо в телеге. Однако за все его время он так и не проснулся. Наконец телега приехала к тому месту, где тела придавали земле. Было это, насколько помню, около Маумил. Но там телега какое-то время ждала, пока все не будет готово принять ее горестный груз. Так вот, как только телега встала, парень проснулся, с трудом высвободил немного голову из-под трупов и, приподнявшись к телеге, заорал «Эй, где это я?» Это страшно напугало помощника-сторожа. Но немного погодя, он пришел в себя и воскликнул «Господи, спаси и помилуй!» «В телеге кто-то живой!» Тогда беднягу спросили «Ты кто будешь?» И парень ответил «Я бедный волынщик, куда я попал?» «Куда ты попал?» Переспросил «Эй, ты попал в погребальную телегу, и мы сейчас тебя похороним». «Но ведь я вроде и не помер», – спросил волынщик, и это всех слегка развеселило, хотя поначалу они были очень напуганы, так что они помогли бедняге выбраться, и тот пошел своей дорогой. Надо заметить, что погребальные телеги в городе не были закреплены за определенным приходом, и одна телега могла обслуживать несколько приходов в зависимости от количества трупов, и увозили их необязательно на соответствующие приходские кладбища. Многие трупы из сити за неимением места вывозили за город. Я уже говорил о страхе и удивлении, которые вселял в людей этот мор. Теперь хочу сделать несколько серьезных замечаний нравственного характера. Уверен, что никогда еще город, во всяком случае столь огромный город, не оказывался до такой степени неподготовленным к этому ужасному испытанию. Будь то светские власти, будь то духовенство, как будто не было предупреждения, предчувствия и ожидания, соответственно, и не было сделано в городе ни малейшего запаса провизии для общественных нужд. Например, лорд-мэр, шерифы не сделали запасов провизии для тех нужд, которые можно было предвидеть. Они не предприняли никаких мер, чтобы облегчить положение бедняков. У жителей города не было складов зерна и муки для поддержания бедняков, которые, будь у них эти склады, как в подобных случаях делалось за границей, облегчили бы положение многих несчастных семейств, доведенных теперь до отчаяния. О состоянии финансов в городе могу сказать немного. Поговаривали, будто лондонское казначейство было баснословно богато, и это подтверждается огромными суммами, полученными от него год спустя на восстановление общественных зданий, пострадавших от лондонского пожара, а также на новые строительные работы. В первом случае я имею в виду прежде всего Хилдхон, Блэкстен, частица Леденхолл, половину биржи, тюрьму, бухгалтерию, верфи и многое другое. Все то, что было сожжено и попорчено во время великого лондонского пожара, случившегося через год после чумы. Во втором Флицкую-Канавску с ее мостами, госпиталь, бедлан и так далее. Но, возможно, распределители городских кредитов в те времена больше совестились брать деньги сиротские на благотворительность для доведенных до крайности людей, чем распределители последних лет, последующих на украшения города, восстановление зданий, несмотря на то, что в первом случае пострадавшие могли бы считать свои деньги лучше потраченными. И общественное мнение было бы меньше склонно к упрекам и возмущению. Надо сказать, что уехавшие горожане, хоть они и бежали в провинцию в поисках спасения, однако очень радели о благополучии тех, кто остался в столице. Они не применули внести щедрые пожертвования на облегчение участи бедняков. Большие суммы были собраны также в торговых городах по всей стране, вплоть до самых отдаленных ее уголков. И я также слышал, что титулованное дворянство и джентри со всей Англии, учтя плачевное состояние столицы, послали крупные суммы лорд-мэру и магистрату на бедняков. Король также, мне говорили, распорядился ежедневно выдавать тысячу фунтов, с тем, чтобы она делилась на четыре части. Одна часть на сити, другая на обитателей Саундстрика, третья на всякие слободы и часть сити, исключая ту, что находится за стенами, а четвертая на пригороды в графстве Митликс, а также восточной и северной частям сити. Но обо всем этом я узнаю только из чужих слов. Точно же могу сказать, что большая часть бедных семейств, жившая ранее плодами собственного труда или розничной торговли, существовала теперь на пожертвования, и если бы значительные суммы денег не отпускались на нужды благотворительности добросердечными христианами, город никогда бы не смог прокормить своих бедняков. Несомненно, велся учет этих пожертвований и их распределение магистратом. Но также многие чиновники, занимающиеся распределением, умерли во время мора, а большинство отчетов погибло из-за Великого Лондонского пожара, который приключился через год после чумы, в огне которого погибли даже дела казначейства, то мне так и не удалось получить точных данных, хоть я и очень хотел их увидеть. Эти сведения могли бы оказаться весьма полезны, если бы «Сохрани Гос Господь» нас вновь постигло подобное испытание. Я хочу сказать, что благодаря заботам лорд-мэра, олдерменов, еженедельно распределяющих огромные денежные суммы для облегчения участи бедняков, множество людей, которые иначе погибли бы, были спасены и остались в живых бы. И здесь разрешите привести краткий очерк положения бедняков в то время с изложением соображений, что можно из него извлечь, так, чтобы в дальнейшем знать, какие меры принимать, если город постигнет подобное несчастье. Еще в самом начале мора, когда уже стало ясно, что весь город подвергнется испытанию, и когда, как я уже говорил, все, кто имел друзей или поместья в сельской местности, покинули столицу вместе с семьями, так, что можно было подумать, будто все жители устремились к городским воротам и вскоре никого не останется в Лондоне, любая торговля, не связанная с обеспечением населения самым необходимым, была полностью приостановлена. Это столь животрепещущий вопрос, так тесно связанный с реальным положением людей, что в обсуждении его нельзя оказаться слишком доточным. Поэтому я и разделил на несколько групп людей, которые непосредственно пострадали от приостановки торговли. Первая группа. Все ремесленники, особенно те, что занимались отделкой и другими украшениями платья, белья, мебели, например, изготовители лент, ткачи, ткачи, плетельщики, кружев из золотых и серебряных нитей, вышивальщики, золотом, серебром, портные, продавцы галантерейных товаров, сапожники, шляпники, перчаточники, а также драпировщики, стойлеры, краснодеревщики, стекольщики, как и вся торговля, связанная с этими профессиями. Так что владельцы, лавочек, занимающиеся такого рода торговлей, позакрывали их и распустили подручных работников и подмастерьев. Вторая группа. Прекратилась вся торговля, связанная с судоходством. Так что лишь немногие корабли отваживались подняться вверх по реке, и совсем никто не спускался вниз. Таким образом, все чиновники таможен, как и лодочники, перевозчики, носильщики и все те бедняги, чей приработок был связан с речной торговлей, тут же остались без работы. Третья группа. Все торговцы, которые были связаны со строительством или ремонтом домов, остались без работы. Так как в городе, где тысячи домов стояли бесхозными, никто и не помышлял о строительстве. Так что уже хотя бы по этой причине, все строительные рабочие, кирпичники, каменщики, плотники, стальры, стукатуры, маляры, стекольщики, кузнецы, паяльщики, и все их подручные остались без работы. Четвертая группа. Вся навигация была приостановлена. Корабли не сновали туда-сюда, как раньше. И все моряки остались без работы. Причем многие из них в самом отчаянном положении. И к морякам следует еще присоединить самых разных ремесленников и торговцев, связанных со строительством и снаряжением кораблей, таких как корабельные плотники, конопатчики, плетельщики канатов, бочеры, изготовители парусов, якорей, шкифов, талий, резчики, оружейные мастера, судовые поставщики и тому подобное. Хозяин дело мог, возможно, прожить на свои сбережения. Но торговцы полностью прекратили работу и были вынуждены уволить своих подручных. Добавьте к этому, что на реке совсем не стало лодок, и большинство лодочников и матросов, а также строителей лодок и лифтеров, остались без работы. Пятая группа. Все семьи, независимо от того, уезжали они из города или оставались, старались максимально урезать свои расходы. Так что несметное число грумов, лакеев, сторожей, подденчиков, щитоводов в купеческих семьях и прочих, а особо горничных, было уволено и оказалось без друзей, без работы, жилья и какой-либо помощи. И эта категория людей оказалась в особо бедственном положении. Я мог бы рассказывать обо всем этом еще подробнее, но достаточно будет отметить в целом, что торговля, как и прием людей на работу, прекратилась, не было торговли, а значит, не было и хлеба для бедняков. Не было. Поначалу жалко было слышать их вопли, хотя распределение боготворительной помощи значительно облегчало им бедствие. Многие бедняки разбрелись по другим графствам, но тысячи остались в Лондоне. Пока их не выгнало из домов отчаяния. Многих смерть настигла в дороге. Они оказались всего лишь посланцами смерти. Другие же, неся в себе заразу, распространили ее в самые отдаленные уголки страны. Многие оказались жертвами отчаяния, о чем я уже говорил, и вскоре погибли. Можно сказать, что умерли они не от самой болезни, но от ее следствий, а именно от голода, отчаяния, крайней нужды. У них не было ни крови над головой, ни денег, ни друзей, ни работы, ни возможности одолжить у кого-либо деньги. Ведь многие из них не имели, что называется, постоянного вида нажительства и не могли обращаться в приходы. Все, что они могли, это просить о помощи магистрат. И помощь эта, надо отдать магистрату должное, если она была признана необходимой, распределялась внимательно и добросовестно. Так что те, кто оставался, не испытывали таких нужд и решений, как те, что уходили из города. Пусть любой, кто хоть сколько-то представляет, какое множество народа добывают собственными руками хлеб свой насущный, будь то ремесло или просто поденщина, повторяю, пусть любой представит себе бедственное положение города, если внезапно все эти люди лишатся работы, труд их станет не нужен, а жалование получать будет не на что и не за что. А именно так в то время у нас и получилось. И если бы не огромные суммы пожертвований благородных людей, как внутри страны, так и за ее пределами, мэру и шерифам не удалось бы поддерживать общественное спокойствие. Понимали они и то, что отчаяние может подтолкнуть людей к беспорядкам и подстрекнуть их, вламываться в дома богачей, грабить рынки с провизией. А в этом случае селяне, смело и помногу, привозившие в город продукты, были бы напуганы, прекратили бы свои поездки, и горожан ожидал бы неминуемый голод. Но лорд-мэр, совет алдерменов в Сити и мировые судьи вели себя как так осмотрительно, озаботились получить столько денег со всех концов страны, что им удавалось сохранять спокойствие среди бедняков и облегчать их положение, насколько это возможно. Помимо этого, были еще две причины, препятствующие бесчинством толпы. Во-первых, то, что даже богачи не сделали у себя дома больших запасов провизии. Как им следовало бы, будь они достаточно умны, чтобы так поступить, и запереться в собственных домах, как и сделали некоторые, они бы гораздо менее пострадали. Но факт остается фактом, что они этого не сделали, так что толпа не нашла бы запасов провизии. Вломились они в любые дома, и она подчас к этому очень близка была. Но если бы дошло до крайности, то и всему городу пришел бы конец. Ведь не было регулярной армии, чтобы противостоять толпе. Не собрали бы и наемных отрядов для защиты столицы, потому что не осталось мужчин, способных носить оружие. Но предусмотрительность лорд-мэра и тех членов магистрата, которые еще исполняли свои обязанности, потому что даже некоторые из алдерменов умерли, а другие уехали, предотвратила это, причем поступали они самым деликатным, доброжелательным образом. Первым делом, облегчая деньгами участь самых нуждающихся, других же, обеспечивая работой, прежде всего, в качестве сторожей при запертых домах, пораженных чумой. А так как число подобных домов было весьма велико, говорили, что в городе единовременно было заперто до 10 тысяч домов, и при каждом доме было по два сторожа, на дневное время и на ночь, то это давало возможность одновременно обеспечить работой огромное число бедняков. Работницы и служанки, которым было отказано вместе, нанимались, соответственно, сиделками при больных. И это тоже дало работу очень многим. И, как это не грустно, была еще подмога, сама чума, которая так косила людей с середины августа по середину октября, что унесла за это время 30-40 тысяч тех, кто, останется они в живых, оказались бы по своей нищете непосильным бременем. Вся столица не смогла бы взять на себя расходы на их содержание или снабдить их провизией. И, чтобы поддержать себя, они были вынуждены бы грабить либо город, либо его окрестности. А это рано или поздно ввергло бы не только Лондон, но и всю страну в смятение и хаос. Выше говорилось, что общее бедственное положение привело народ в трепет. Уже около девяти недель к ряду ежедневно умирало около тысячи человек, даже согласно еженедельным сводкам, а у меня есть все основания считать, что они никогда не давали полных данных, преуменьшая их на многие тысячи. Ведь была страшная неразбериха. Погребальные телеги привозили мертвецов в темноте. В некоторых местах вообще не вёлся учёт. Телеги же продолжали возить трупы, а чиновники и сторожа не показывать на своих местах на работе не показывались по целым неделям и не знали, сколько трупов свезли на кладбище. Сказанное подтверждается следующей сводкой смертности. Общее число умерших и умерших от чуны и умерших от чумы. С 8 по 5 августа общее число 5302. 19 чума унесла 3880. С 15 по 25 565 общее от чумы 4237. С 22 по 29 августа общее число 7490 от чумы 6105. С 29 августа по 5 сентября 8250 общее число умерших от чумы 6990. Получается, что большинство людей погибло именно за эти два месяца, ведь если общее число погибших от чумы было 68 590, то здесь указано 50 тысяч только за такой ничтожный период, как два месяца. Я называю цифру 50 тысяч потому, что хотя до нее не достает 295 человек, здесь не хватает и пары дней для полных двух месяцев. Так вот, когда я утверждаю, что приходские служащие не давали полных отчетов или что их отчетам нельзя доверять, надо учитывать, насколько трудно было соблюдать точность в те бедственные времена, когда многие из служащих тоже болели, а возможно и умирали как раз в то время, когда им полагалось сдавать отчеты. Я имею ввиду приходских служек, не считая низших чинов, ведь хотя эти бедняги шли на любой риск, сами не вовсе не были избавлены от общего бедствия, особо в приходе степни, где в течение года погибло 116 могильщиков, кладбищенских сторожей, их помощников, то есть носильщиков, звонарей, перевозчиков, доставлявших трупы на кладбище. Эта работа не располагала их праздным вопросом об умерших, которых в темноте сваливали в общую яму. Подходить близко к этой яме или траншеи было крайне опасно. Я не раз видел в недельных сводках, что число умерших в приходах Олгерн Степти достигало 5, 6, 7, 8 тысяч сотен в неделю. Тогда как если верить тем, кто жил в городе все это время так же, как и я, то число умерших достигало иногда в этих приходах 2000 в неделю. Я сама лично видел подсчеты одного человека, занимающегося максимально точными исследованиями этого вопроса, согласно которым от чумы в течение года умерло 100 тысяч человек, в то время как, согласно сводкам, их было 68,5 тысяч. до встречи.